Сколько длится беременность у собак мелких и крупных пород. Люди, которые содержат собаку, знают, насколько преданным может быть их четвероногий друг, поэтому стараются отблагодарить питомца лаской и заботой. При этом особого внимания требуют беременные собаки. Если у владельца нет опыта ухода за сучками, нужно заранее знать, сколько месяцев ходит беременная собака, а также требования к уходу. В этот ответственный для подопечный период. Какие факторы влияют на срок беременности? Гестационный период домашних питомцев отличается по продолжительности. От того, сколько длится беременность у собак, зависит порода сучки. Кроме того, на срок вынашивания влияют. Прошедшее количество гестаций. Продолжительность вынашивания щенков у собаки, забеременевшей в первый раз, дольше на 5-8 дней. Возраст животного. Молоденькие сучки обычно рожают вовремя, животные преклонного возраста часто щенятся на несколько дней позже установленного срока. Травмы и патологии. Щенки могут преждевременно появиться на свет из-за болезней или ран, полученных во время беременности. Нехватка питательных и неорганических веществ. Все накопленные полезные микроэлементы в организме матери пойдут на рост и развитие плодов. Поэтому их недостаток может привести к преждевременным родам, патологиям у детенышей. Беременность любимицы – ответственный момент. Сколько длится беременность у собак, норма по дням. Считается безопасным наступление естественного физиологического процесса, завершающего беременность, от 53 до 71 суток. Роды раньше или позже указанного промежутка часто заканчиваются рождением больного потомства или гибелью щенков. К сведению, преждевременно родившиеся щенки могут иметь проблемы с самостоятельным дыханием, задержавшиеся в утробе, столкнуться с интоксикацией и нехваткой кислорода. Многие собаководы, планируя вязку своих любимцев, сталкиваются с вопросом, сколько длится беременность у собак, как она протекает и как принимать роды. А зависят эти факторы напрямую от породы питомца и его размеров. У мелких, биологический процесс развития в организме сучки оплодотворенной яйцеклетки индивидуален. Беременность у собак маленьких размеров продолжается 59-61 день с момента зачатия. Мелкие собачки отличаются многоплодностью, так как ношение большого количества эмбрионов в матке будет причинять дискомфорт, во избежание воспаления пищеварительных органов. Кормежку любимицы стоит откорректировать. Питание должно быть частым, но калорийным. Важно, перекармливать самок мелких размеров в гистационный период нельзя, так как располневшему животному будет очень сложно рожать. Обязательным требованием для содержания кокер-спаниелей, такс, йоркшерских терьеров, шпицев, чихуахуа, маленьких дворняжек является постоянный доступ к воде. Жидкость в пложке беременной нужно менять 2-3 раза в сутки. Кроме того, следует давать животному микроэлементы и витамины, аминокислоты, разработанные специально для имеющейся породы. Важно учесть, что с момента вязки комплексный показатель теплового состояния организма собаки падает на несколько градусов, поэтому для отдыха и сна ей нужно соорудить теплую подстилку. Для миниатюрных пород с мелкой шерстью придется включать обогреватели или одевать собачек в специальную одежду. Беременность у собак мелких пород. У средних пород, в первый год своей жизни среднеразмерные сучки растут не так интенсивно, как крупные, поэтому в состояние половой зрелости вступают чуть позже. Однако продолжительность жизни у них намного дольше, а в преклонном возрасте у развивается меньше хронических заболеваний. Обратите внимание, гестационный период у средних по размерам самок обычно продолжается до девяти недель. Повлиять на то, сколько ходят беременные собаки, гончие, питбули, лайки, хаски, немецкие овчарки, доберманы или сетеры, могут, врожденные, или полученные патологии, дисфункция гормонального фона, интенсивные физические нагрузки и потеря массы тела. Избыточный вес, раны, возраст, при котором у собаки начинается активное старение организма. Беременность у собак средних пород проходит без последствий. Какова продолжительность беременности у собак крупных пород? Владельцы. Домашних животных, не имеющие достаточного опыта и ухаживающие за будущей роженицей, не знают, сколько собаки вынашивают щенков. Точная длительность гестоции зависит от размера животного. У крупных сук окончание естественного физиологического процесса зависит еще и от количества вынашиваемых плодов. К сведению, появится на свет у алабаев, догов, лабрадоров, ньюфаундлендов, кавказских и московских сторожевых, крупных дворняк щенки могут на 64-71 сутки. Продолжительность вынашивания у крупных самок напрямую зависит от количества плодов, физиологических характеристик, активации обменных. Процессов в скелетных мышцах, питания, на то сколько месяцев собака вынашивает щенков, влияет соблюдение рекомендаций по содержанию для конкретно взятой породы. Если владелец не придерживается условий содержания, продолжительность гестационного периода может сократиться на одну-две недели. Малыши родятся недоношенными. Крупные породы ходят беременными дольше всех. Можно ли просчитать время беременности? Владельцы собак, которые не один год занимаются разведением и продажей щенков, могут точно подсчитать дату рождения малышей. Заводчики с опытом отталкиваются от следующих правил. Если нужно четко знать сроки гестационного периода и родов, необходимо записать. Точное время случки. В случае случившегося внепланового зачатия подсчет всех сроков сильно усложняется. Если у собаки есть проблемы. Со здоровьем, беременность будет протекать тяжело. Роды начнутся на 7-10 дней раньше. Зная о том, щенилась ли собака ранее можно. Вычислить рождение малышей с точностью до 3-5 дней. Профилактические осмотры у ветеринара во время беременности помогут не только, сохранять в норме здоровье любимицы, но и при помощи специалиста точнее установить дату рождения ее деток. Как развиваются щенки в животе собаки-мамы. Первые признаки особого состояния собаки, при котором в ее репродуктивных органах находятся развивающиеся эмбрионы, заметны уже на 20-й день. Кожные ткани на животе животного немного отекают, внешние части молочных желез становятся больше, соски приобретают красноватый оттенок. Характерным признаком для развития нормальной гестоции является округление животика в районе ребер. Обратите внимание. В клинике для животных можно определить точный диагноз при помощи аппарата УЗИ. Лучше всего провести диагностику, начиная с 21 дня предполагаемого состояния питомицы. В процессе проведения неинвазивного исследования организма собаки на экране дисплея будут видны эмбрионы, содержащиеся в околоплодных пузырях. Четко видно каждого ребенка мамы-собаки, начиная с 32 дня беременности. В это время, кроме увеличения сосков, возможно выделение секрета молочной железы. Такое явление происходит очень редко, так как обычно молоко наливается за 24 часа, перед родами или после них. Плоды при диагностике УЗИ, гестационный период протекает так. В первые 15 дней после зачатия эмбрионы скрыты под особым пузырем. Постепенно продвигаются от яичников к полости матки. Далее они прочно фиксируются на ее стенках и растут. Начиная с 40 дня, у плодов формируются внутренние органы и скелет, нервная система. В области мордочки становятся видны дыхательные и слуховые органы. На этом этапе у малышей отрастают ресницы и осязательные механочувствительные волоски, шерсть. На 50-й день кости эмбрионов, становятся крепче, формируются половые органы детенышей. В этот период уже подробно можно рассмотреть положение плодов. Кроме этого, именно в это время развиваются их молочные зубки, нарастает шерсть на мордочке и животике. На 58-е сутки малыши уже готовы к рождению. Возможные осложнения во время беременности. В некоторых случаях естественный физиологический процесс развития в репродуктивных органах суки плодов сопровождается осложнениями. Ухудшение состояния собаки может быть связано с нарушением метаболизма, хроническими или приобретенными заболеваниями внутренних органов, неправильным содержанием животного. Ложная беременность, иногда из-за специфических особенностей полового цикла или психофизического отклонения в организме случается ложная щенность. В поведении собаки проявляются признаки гнездования, все остальные симптомы схожи с настоящей беременностью. Такое отклонение в организме суки происходит после течки через 4-5 недель. Из-за гормонального сбоя вырабатываются желтые тельца, выбрасывающие в кровь прогестерон. Органическое вещество блокирует наступление овуляции. Важно, без осложнений в среднем подобное отклонение длится около 2-3 недель. Чтобы последствия такого состояния не причинили вреда здоровью животного, нужно показать его ветеринару, который назначит собаке успокоительные средства. Показатель теплового состояния организма суки отмечается за 24 часа. До начала родов, перепад показателей наблюдается уже за 3 дня до начала процесса рождения щенков. Если температура тела собаки существенно понижается задолго до этого момента, собаке срочно нужна помощь врача. Довольно часто подобные симптомы указывают на угрозу самопроизвольного аборта. Несмотря на то, что гестационный период, это естественный процесс, владельцу суки любой породы нужно обеспечить ей комфортные условия, а также оказать помощь в случае необходимости. Чтобы беременность проходила без осложнений, нужно систематически показывать любимицу ветеринару, соблюдать необходимые условия содержания.